Генерал ФСБ рассказал о предательстве угнавшего российский вертолет на Украину Кузьминова. Максим Кузьминов, угнавший на Украину 9 августа боевой вертолет Ми-8, дал пресс-конференцию в Киеве в футболке с трезубцем. И, в общем, генерал-майор ФСБ Михайлов в беседе с МК рассказал, как российский пилот мог наладить контакт с противоборствующей стороной. То есть они противодействовать этому не могут. Они могут только рассказывать, какой он злодей, какой предатель, за 30 серебряников продался. Их за это просто Путин должен выгнать дураков. Представляете, они вообще ни на что не способны. Вообще не на что. Я вам железно говорю, как оппоненты. Они вообще не на что не способны. Мы не видим в них реальных противников. Но, правильно, вот мне как человек сегодня сказал, когда мы обзванивали, там были нюансы, и мы ржали над ФСБшниками. Говорим, блядь, ну какие, блядь. Ну, ты же сам говоришь, ну че, ему надо крышануть каких-то бизнесменов, получить деньги, трахнуть каких-то тел, побухать, два дня поболеть, лежать вот с такой. А там надо с каким-то маленьким партизанами, да нахер они нужны. С этого че, деньги будут, что ли? Нет, нет, с этого один геморрой можно заработать. Ну и так далее. Вот так же и здесь. Еще им надо с какими-то, там, кто в сторону Украины смотрит. Да зачем им это нужно? Этим военным контрразведчикам кто-нибудь хоть раз в жизни видел? Ну, это все алкаши кончены. То есть вот даже в советский период были КГБшники такие, которые там, 5-е управление, которые эти Ростроповичи, Солженицына ловили, да? Стое управление, кто занимался этими промышленными предприятиями. Там третье управление, кто занимался транспортным и связь. Седьмое управление, кто наружкой. Девятое управление, кто охраной занимался, да? Оперативно-техническая служба, кто там подслушивал и так далее, да? Там первое управление разведкой занимались. Второе управление контрразведкой занимались. А и военные контрразведки. Представляете, все алкаши были кончены. То есть все ничтожества, которые не могли в этой системе работать, да? Там все работали ничтожные. Но самых ничтожных выдавливали туда военная контрразведка. Иди там, контрразведывай. И вот, ну, что сейчас-то изменилось? Ну, такие же, блядь, опездалы, что-то можно сказать. Мне говорят, вот ты недооцениваешь их. Дооценивают. Вот интересная тема, значит, с этим вертолетчиком. Я там, честно говоря, ничего не понял. Я знаю только одно. ФСБшники врут. Но и СБУшники тоже врут. То есть там было все не так. Абсолютно не так. Так не бывает. Как они преподносят, так точно не бывает. Как там было, я не знаю. Ну, могу предположить, но не буду. Но вообще очень интересная тема. Потому что, ну, что и требуется доказать. Все спецслужбы врут. Независимо от того, где они там. Там, сям. За хороших, а не за плохих. А второй филот покурить. Да, но они, говорят, они не знали. Второй филот и там ворс-механик, или кто там третий был инструктор. Я не знаю, кто там. По вооружению, может быть, технические специалисты. Они не знали, что он их привез в Украину. И как только он приземлил вертолет, они побежали, убегать решили. Бегом, да. Как только спустился на землю. Но тут СБУ прибыли. Они пытались отстреливаться. Их повалили. Представляете, как я чувствую. Время вообще критики никакой не выдерживает вообще. Все было абсолютно не так. Как было, я могу догадаться. Но что не так, это точно. Что я могу сделать? Вот представьте себе. На самом деле, с психологической точки зрения. Вот пилот вертолета, который является профессиональным летчиком, профессиональным военным летчиком. Ненавидит он путинских. Просто люто ненавидит. А они говорят, давай, лети там в АМВИ, стреляй, убивай украинцев и так далее. Какой выход они ему дали? Он может уволиться? Нет. Он может дезертировать без последствий. Нет. Они сами не дали многим выхода. Они полные идиоты. Вот те, кто с хлопутчиками там еще как-то вот этим мобиками занимается. Он еще там что-то башкой думает. Они тащат только ручных. А вот те, кто работал, работает с этими военными, профессиональными, они конченые идиоты. То есть всех военных они должны были прежде всего оттестировать. Для тех, кто не хочет воевать, просто отпустить. Без всяких санкций, без последствий. Почему? Потому что для них будет хуже. Вот сейчас та ситуация, которая вызовет, ну, вот это, грубо говоря, первая ласточка, вызовет совершенно чудовищную реакцию. Что думаете, такой один, что ли? Их таких большинство. Денис Славович, почему вы не связались с Приборжем во время его мятежа, чтобы объединиться с ним ради общей цели? Вы вот почему меня слушаете? Потому что я, на ваш взгляд, говорю умные вещи, которые случаются. Могу предположить, предвидеть очень часто, как будут развиваться события. Даже если бы я связался с Приборжем, поверьте, ничего бы не изменилось. Зачем мне делать лишнюю работу, связываться с каким-то Приборжем, когда все равно результата не будет. И я знаю, что это не будет. Хера. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok